Здравствуйте! В эфире итоговая программа «Факт» в студии Сергей Довголюк. Костак сообщает, в Казахстане с 1 января на 9% будут повышены размеры пенсии. Кроме того, со следующего года в республике на 7% увеличится размеры социальных выплат из Государственного фонда социального страхования на случай утраты трудоспособности и потери кормильца. Костак сообщает, в Алматы суд обязал экологический союз Табигат опровергнуть распространенные сведения о вырубке деревьев в городе и провести пресс-конференцию в Национальном пресс-клубе. Опровержению подлежат фразы, указанные экосоюзом Табигат в своем пресс-релизе. А именно, все списанные деревья были абсолютно здоровью и никому не мешали. Небольшая группа мерзавцев делает бизнес на уничтожение деревьев и другие. Во взыскании с экосоюза Табигат 15 миллионов тенге в счет о возмещении морального вреда управления природных ресурсов судом было отказано. Напомним, 5 ноября на пресс-конференции Мелс Елиусизов заявил, что вырубка деревьев в Алматы ведется в интересах компании, производящей древесные гранулы для отопления. По данным Интерфакса, группировка космических аппаратов Казахстана в 2014 году должна пополниться двумя спутниками. На 30 апреля с космодрома Байконур намечен пуск ракеты «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М», которая должна будет вывести на орбиту два спутника «Российский луч-5В» и «Казахстанский спутник Кассат-3». В первой половине 2014 года, ближе к лету, с космодрома Домбаровский в Оренбургской области намечен провести пуск ракеты «Днепр» с казахстанским спутником дистанционного зондирования Земли «Каз-ИО-САД-1». На сегодняшний день Казахстан располагает одним космическим аппаратом – телекоммуникационным «Каз-САД-2», выведенным на орбиту в июле 2011 года. Интерфакс Казахстан сообщает, прощание с народной артисткой СССР Розы Джамановой пройдет в Алматы в Государственном академическом театре оперы и валет имени Абая 30 декабря. Оперная певица скончалась в ночь на пятницу в Алматы на 86-м году жизни. Джаманова окончила Институт искусств в Алма-Ате в 1954 году по классу пения. В трудовой книжке певицы зафиксирована всего одна запись. С 1953 года солистка Казахского театра оперы и балета имени Абая. О том, что сегодня произошло в нашем городе, вы узнаете сразу после рекламы. Не переключайте. Продолжим выпуск. Отчаянным любителям рыбной ловли сегодня вновь понадобилась помощь спасателей. ЧП случилось во второй половине дня на акватории Актюбинского моря в районе Алги. Тонкий лед подмываемым течением не выдержал нагрузки, в результате чего две машины оказались в подленном плену. В обоих салонах находились пассажиры, двое из которых пенсионного возраста. На место для оказания немедленной помощи пострадавшим выехали водно-спасательные бригады областного департамента ПЧС. До настоящего времени спасательные работы продолжаются. Никто не пострадал. Пока это вся информация с более точными сведениями, мы познакомим вас завтра в дневном выпуске информационной программы. С нового года повысится стоимость попутного газа. Также может подорожать электричество. Как отметили в актюбинском производственном филиале Кастрансгаз Аймак, с 1 января 2014 года тарифы на голубое топливо повысится примерно на 40 тенге. Что касается электроэнергии, то пока монополист лишь заявил о своих намерениях повысить стоимость этого вида коммунальных услуг на 7%. Эта заявка пока еще не удовлетворена. При этом в обоих случаях причина повышения тарифов называется удорожание услуг по транспортировке газа и передаче электроэнергии сетям. С 1 января 2014 года повышается тариф на товарный газ. Это связано с увеличением цены по транспортировке товарного газа по магистральным газопроводам. Данную услугу оказывает акционерная общество «Интергаз Центральная Азия». Увеличение в среднем, как почитали наши плановики, составляет примерно 39 тенге, 36 тенге для тех, у кого не установлен перебор учета газа. Меморандум о стабилизации цен на продовольственные товары сегодня подписали предприниматели с местной исполнительной властью. Согласно соглашению, в таких торговых точках, как Анвар, Дина и Сапа-Маркет, некоторые виды продукты будут реализовываться с 10-процентной торговой надбавкой и не более. Обо всем подробнее расскажет Эльмира Ержанова. В нашем регионе подписание совместных соглашений с крупными торговыми сетями практикуется восьмой год. И, как заметили специалисты, подобного рода сотрудничество работает эффективно, так как в конечном итоге выигрывает потребитель. Преимущество нашего региона в том, что у нас в каждом микрорайоне города имеется супермаркет, будь это Анвар, Дина, Метро, Улжа. И то, что развивается конкуренция именно среди таких сетей, дает возможность более правильно определить ценовую политику. Потому что охватывается большая часть товаров до 30 тысяч наименований товаров реализуют крупные сети. И, естественно, реализуют такой объем товаров в таком большом количестве. Они применяют минимальную торговую надбавку. 10-ти процентная надбавка применяется к товарам первой необходимости. Это масло, чай, мука, хлеб, крупы в общей сложности около 30 наименований. Между тем, сами предприниматели говорят, что от подобного рода меморандумов также остаются только выигрыши, так как товар не залеживается на полках за счет увеличения оборота. 10-ти процентная надбавка будет значимой товаре от 33 наименований. Хлеб, мука, крупа, сахар, подсолнечное масло. Там 33 наименований. Я не могу себе присядить. То есть вы как предприниматель, вы какого для себя выгоду из этого извлекаете? Для народа работаем мы. Также на встрече было отмечено, что в эти дни торговый центр Ак-Тюби активно использует разные акции распродажи, что также привлекает покупателя и работает на его кошелек. В свою очередь Акимат города оказывает подписавшим меморандум поддержку в виде продвижения их продукции на внутреннем рынке страны, а также обучения специалистов по разным программам. Кроме того, организован конкурс Керемет. Его итоги подведут в конце января. А главной целью его проведения является стабилизация цен на рынках, принимается во внимание и культура обслуживания кассирами клиентов. Эльмира Ежанов, Марата Кажанов, программа «Факт». Сегодня в Ак-Тюби завершилось оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». Блестители общественного порядка, которые в течение нескольких дней работали в усиленном режиме, зафиксировали свыше 100 преступлений. Из них почти половина раскрыта по горячим следам. На особом контроле в период ОПМ находились увеселительные заведения и места массового скопления людей. В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия на территории области было зарегистрировано 126 преступлений. Из них 65 раскрыто по горячим следам. Раскрыто 46 ранее совершенных преступлений, а также задержано 8 преступников, находящихся в розыске. Выявлено более 3000 административных правонарушений, в том числе особо грубых нарушений по линии дорожной службы. Это управление транспортом в нетрезвом состоянии. Более 200 фактов. И выезд на полосу встречного движения – более 100 фактов. Полицейские отметили, что в следующем году уровень раскрываемости преступления значительно возрастет. В этом стражам порядка поможет умная техника. Интеллектуальные камеры видеонаблюдения в количестве 70 штук в настоящее время устанавливаются на оживленных перекрестках Ак-Тубе и заработают уже через несколько дней. По словам Вячеслава Бекмуханова, современные аппараты будут фиксировать даже самые безобидные правонарушения, вплоть до курения в общественных местах и разбрасывания мусора. Сегодня воспитанники Алгинского детского дома встречали гостей. С наступающим Новым годом детей поздравил Аким Актюбинской области. Ребята к приезду гостей подготовили концертную программу, после чего Аким вручил детям подарки. В Алгинском районе сегодня состоялось еще одно знаменательное событие. Аким также посетил открытие мемориального комплекса имени Исет-Батыра в Бестамаке. На мероприятиях побывала Айшат Ибрагимова. С самого утра в Алгинском детском доме готовились к приезду гостей. Вот уже третий год подряд Архимед Мухаммедов в канун новогодних праздников посещает детский дом с поздравлениями и щедрыми подарками. Своими силами ребята подготовили концертную программу, спели песни и в свою очередь поздравили Акима. В нашем доме сегодня необычный праздничный день. К нам приехал Аким области Архимед Бегижанович. Каждый год Архимед Бегижанович не забывает нас, детей детского дома, поздравляет с Новым годом и радует подарками. Хочу поблагодарить Архимеда Бегижановича за окаженные благородные дела и сказать ему большое спасибо. В своей речи Аким Октюбинской области отметил, что так как здание было построено более трех десятков лет назад, крыша нуждается в ремонте. И в следующем году на эти цели будут выделены средства. К тому же уже в феврале у детского дома появится собственный автобус для поездок на спортивные соревнования и посещения различных культурных мероприятий. Такому подарку к Новому году руководство детского дома и сами дети были рады. На 1 февраля у вас будет новый автобус, который действительно вам будет помогать и на спортивные соревнования выезжать, и на творческие мероприятия, культурные мероприятия выезжать. Я думаю, только от этого будет хорошая помощь. Кроме того, конечно, детский дом построен в 80-х годах, требуется капитальный ремонт, текущий ремонт. Это постоянная работа. В прошлом году, например, вот сейчас видели вы спортплощадку, мы построили. В прошлом году, как я обещал, сделали благоустройство, дорогу до детского дома, асфальтированную мы сделали. Кроме этого, все воспитанники детского дома, а их 252 человека, получили новогодние подарки. Акимобласти убедился, что у детей хорошее самочувствие, неплохая успеваемость в учебе, после чего отправился на открытие мемориального комплекса в Бестамаке, где собираются люди для того, чтобы попросить Всевышнего и духов предков о помощи и посетить святое место, где захоронен Иесет-Батыр. Комплекс рассчитан на одновременный прием 250 человек, где люди могут получить ночлег и в специально отведенном для этого месте провести обряд жертвоприношения. В Мангистаусской области есть такой же мемориальный комплекс имени Бекетата. В Южном Казахстане, в Казалардинской области, есть мазолей имени Коркатата. В каждой области есть подобные святые места, и в нашей области тоже. На строительство этого комплекса понадобилось более 140 миллионов тенге. Часть из них была выделена из областного бюджета, а другая собрана спонсорами. В здании имеется музей, столовая, рассчитанная на 180 человек и комната для молитвы. На открытие комплекса были приглашены ветераны войны и труда, почетные граждане области. Из рук Акима гости получили в подарок сотовые телефоны. Айшат Ибрагимова, Сергей Калашников, программа «Факт». В доме ребенка УМИД сегодня прошел традиционный новогодний утренник. Для малышей постарались как сами сотрудники учреждения, так и приглашенные гости. Представители госорганов, студенты, волонтеры и спонсоры. Сегодня, накануне Нового года, в доме ребенка проводится утренник. Дети подготовили стихи, танцы, петь будут. Поздравить наших детей пришли гости из других организаций, с мега-центра, технодома, с отдела полиции. Студенты университетов и колледжа, они принесли детям подарки. Будут поздравлять. У малышей сегодня праздник нарядный. В новогодних костюмах они пришли на утренник. Встретиться под елкой с Дедом Морозом и Снегурочкой. Подарить им стихи, песенки и танцы. И, конечно, получить подарки. Правда, за ручку их привели сюда не мамы, а воспитатели. Как известно, об этих детях временно заботится государство. От рождения и до исполнения трех лет. Затем кто-то возвращается к маме, кто-то обретает новую семью. А для кого-то очередным временным пристанищем становится Алгинский детский дом. В настоящее время в Умите находятся 65 детей. 33 из них – инвалиды. Правда, как отмечает руководство этого лечебного учреждения, в последнее время число подопечных с каждым годом сокращается. По сравнению с прошлым годом количество детей уменьшилось вдвое. В связи с чем? Это связано с тем, что меньше поступает и больше восстановляет детей. Ирина Гульц, Алексей Уразов, программа «Факт». Коллектив футбольного клуба «Октюбе» побывал на приеме у главы области. Архимед Мухаммедов поздравил футболистов с наступающим праздником, вручил памятные подарки и поставил перед командой конкретные задачи на следующий сезон. Спортсмены, в свою очередь, поблагодарили Акима за оказываемую поддержку, а болельщикам пообещали еще больших побед. 2013 год для кумиров тысяч актюбинцев выдался тяжелым и насыщенным на события. В начале года у руля четырехкратного чемпиона Казахстана встал Владимир Никитенко, в прошлом сезоне тренировавший Казалардинский кайсар. С ним команда вновь доказала, что она лучшая. Это чемпионство посвящается Эмиле Кудесариеву, Йома. Мы тебя любим, мы тебя ждем. Выздоравливай быстрее, брат, мы с тобой! Летом клуб лишился одного из ключевых игроков, полузащитника Эмиля Кинжесариева. На молодого спортсмена было совершено нападение в Алматы, где он проводил выходные. Недавно к Тубе по причине завершения срока контракта покинул и его коллега Марат Бекмаев. Узбекский футболист Тимур Кападзе по итогам года был признан лучшим игроком-легионером сезона 2013, а Андрей Сидельников – лучшим голкипером. В следующем году мы будем участвовать в турнире, в самом элитном турнире по футболу. И хотим, чтобы наш клуб, наш стадион соответствовал всем уровням, чтобы люди, которые приезжают, и клубы, которые приезжают в нашу область, видели лицо Казахстана. Сегодня команда уже сформирована на 90%. Среди новичков – полузащитник Павел Шабалин, игравший в поводарском РТШ, и защитник Валерий Коробкин, в прошлом сезоне выступавший за Астану. Оба футболиста присоединятся к команде в январе на сборах в Турции. Ну а перед теми, кто накануне принимал поздравления от областной администрации, Архимед Мухаммедов поставил конкретные задачи – в ближайшее время войти в число 150 лучших команд Европы. Глава области поздравил футболистов с наступающим Новым годом, пожелал беречь здоровье и вручил памятные подарки. Часы вот на память, тоже золотым оттенком. Здесь вот написано «Активный область» Активный область, чтобы осталось на память. Кто-то может в другой команде когда-то будет играть, или в другой стране будет играть, чтобы вы всегда эти часы носили. Оно будет напоминать вам о вашей чемпионстве в год, столетие казахстанского футбола. Хорошо. Спортсмены в свою очередь поблагодарили Архимеда Мухаммедова за оказываемую поддержку, а болельщикам пообещали еще больших побед. У нас всегда самые высокие цели. У нас всегда только добиваться самых высоких результатов. Это первое место войти в группу в Лиге чемпионов, в Лиге Европы, завоевать Кубок страны. У нас всегда самые высокие. Во всех направлениях всегда стремимся только быть первым. Айсулла Махмудова, Жаслан Жубаев, программа «Факт». Это все новости к данному часу. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин